МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ух, какие кочки! Привет, лесяне, гости и жители моего сказочного леса налево. Мы едем специально, чтобы снимать для вас рубрику «Купаемся в Калужской области». Итак, купаемся мы сегодня, но, вернее, я не решусь туда никогда зайти. Почему? Вы узнаете чуть попозже. Хотя многие доминичане сейчас даже там, несмотря на небольшой дождик прямо. А едем мы на Радоновый карьер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А пока мы едем очень медленно, как в стиральной машине. И прям по сказочному мокрому лесу, как заметил Федор Мудрый. Я расскажу вам... Я не могу сказать, что это легенда, это современная история. Пусть это будет сплетни, потому что я не ручаюсь. Это не со мной произошло, это я слышала просто от левых людей. Якобы с этого Радонового карьера певец Паскаль... Паскаль, который родом с наших мест, который наш сосед, кстати, прям наши дома рядом через дорогу, возил эту воду в Москву на экспертизу. Эксперты сказали, что там просто супер-мега вода. Что касается местных жителей, то вот даже моя сестра двоюродная каждый день туда ездит купаться и говорит, что кожа очистилась, ни прыщей, ничего нет. Там вообще супер-мега подвижки у нее с кожей. И, получается, салоны красоты не смогли сделать того, что смог сделать вот этот Радоновый карьер. Не знаю, насколько это прям... То есть на себе я не проверяла. Если хотите, приезжайте к нам. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Очень красивый, умытый... Сказочный лес. Здесь тепло и так хорошо, и прям в душе хорошо, потому что мы ходили здесь на речку жиздро купаться. Старица, старое русло. Там вам, скорее всего, не видно, но... Оно там есть. Цветет все зеленое. Вот, вот, вот. Нежно-зеленое это как раз вода, старое русло. А вот слева была раньше вода ярко-оранжевая. Ну, у нас сейчас такая коричневатая, но не оранжевая. Потому что много песков здесь, много железа. И мы здесь ходили на речку 5 километров каждый день, летом. Место называется Первая купальня, по-моему. Я уже начала забывать. Тут есть и дубки, и еще много всяких классных мест, куда мы ходили. Это прям вот детство-детство мое. Вот спуск на Первую купальню. Это со стороны обрыва, а через мост. Иногда так лень было, так влом идти по мосту. Жиздро. Что мы с этого берега заходили. Рыбаки сидят. Вот там был пляж, который смыло. Ничего себе. Смыло пляж водой. А вот налево поворот был наш детский лагерь на Жиздре. Может быть, найду кадры. Тогда вставлю. Дальше и три недели. Ну, это смена. В палатках, в лесу, на Жиздре. Очень многие из нас научились плавать. Не я, конечно, трусиха, но многие. Вот. И это было одно из самых таких чудесных, запоминающихся моментов в моей жизни. И ходили работать, а мы работали в школе. Это пололи ёлочки в школьном лесничестве, в нашем местном. У нас было школьное лесничество при таком большом, серьезном лесничестве. И мы пололи ёлочки. Зарабатывали деньги. И потом в конце нас на эти деньги не выдавали на руки. Ну что, мы дети были. Но нас везли в Москву в зоопарк. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он малюсенький. Я думаю, что он прям будет прям курьер. Как вот мастерской, например. Да тут утопиться, может, хватит. Даже через тюрьму. Я имею в виду даже много людей. Тут какой-то перешей. Да, как мосток. За нами опять оводяк. И лезет, и лезет по стеклу. Где? Ушел. Сосклизнул. Посмотрите, какой цвет воды. Просто необыкновенный. Бирюзовый. Какие-то разводы удивительные. Белые по водной глади. И так необыкновенный цвет. Еще и разводы. Говорят, что где-то в глубине, там, внизу, есть радоновый ключ. Ой, главное, так мосток сделали. Ты видишь? Вкопать невозможно. Да, вкопать невозможно. Здесь очень глухо. Никаких посторонних вообще шумов. Очень тепло. И пахнет вкусно. Приятно. Видишь, разводы белые. Там, где больше растений, там водомерки бегают. А я хочу сказать. А как ты думаешь, тут рыбы? Тут ближайших водоемов нету, поэтому ей неоткуда, в принципе. Да. У меня не получится. А ты можешь вот оттуда снять водомерочек? Прям вот иди, только ровнее нещи, я все это возьму. Просто задержусь на 10 секунд именно на них. А, глину тут добывали, кот, глину. Она требная. Это очень быстрая панорама. Устретили... Это предупреждение от любимого киса. Такое ощущение, как будто НЛО, реально. Ну вот эти вот, как будто написаны, как будто краски разлили белые по бирюзовой поверхности. В камеру этого вообще не видно. Слушай, а технику разве так можно бросать? НО, что ее заперли там или как. Ага. Просто да. Интересно все это. Получается, что вот там Речица. Впереди нас Дубровка, а правее станция Думенища. Карьер это очень популярный. Просто сейчас такое время после дождя еще и вечер так вечереет. Вот здесь видно по берегам, что добывали здесь глину. И как вообще люди научились использовать этот карьер? Они обмазываются глиной. Женщины в основном, те, кто заботится о своей красоте и молодости. Хочет продлить как можно дольше. Обмазываются глиной, чуть-чуть подсыхают. И, собственно, с головой в эти вот бирюзовые воды. Мне вот хоть и страшновато, но ради эксперимента очень хочется попробовать. Но я, наверное, не решусь, пока солнца нет. Если было бы солнце, может быть завтра будет солнце, мы уговорим родителей и еще раз сюда приедем. Но мне очень понравилось. Пишите в комментариях, понравилось ли вам. Искупались ли бы вы. Очень интересно. И если среди вас есть ученые, пишите про воздействие радона. Насколько это может быть опасно или полезно. Это будет очень интересно обменяться мнениями. А с вами была Леся из сказочного леса. Всем пока. А вот сюда вот мы на елочке ходили. И все так же там. Беседка такая же. Еще одна информация, она 100% правильная. Ну, правдивая от инсайзеров буквально вчера получена. По поводу реческого вот этого карьера нашего радонового. Если хотите оздоровиться, то вам нужно поспешить, потому что вот это лето, он еще будет. А осенью его засыпят полностью. Будут добиваться, ну, первозданной чистоты природы. В общем, два года он просуществовал. Два года была возможность. Кто мог, тот приезжал. И все. Очень жаль, кстати. Очень жаль. Поэтому люди сейчас туда каждый день. И в дождь, и в сляготе, и в любую погоду ездят. Чтобы вот последние моменты жизни этого карьера получить здоровье от него.